Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы сюда заглянули. Наконец-то, наконец-то я установила камеру на штатив, который мне подарил Тёма, и теперь я смогу снимать вам уборку. Но баловать я вас этим не буду, поскольку не считаю, что это очень интересная часть моего канала. Смотрите, сегодня день совершенно не предвещал ничего активного, но нас с вами ждут разные повороты, совершенно непредсказуемые, которые никак я не могла предположить. Утром пока разбираю посуду, планирую мысленно свой день, и по плану у меня были уроки. Я должна была идти к одному мальчику, потом я должна была прибежать домой и поучить одну девочку, а вечером папа сказал, что приедет к нам отмечать свой день рождения. Ну, сказать, что всё пошло не так, нет, что-то пошло так. В общем, у нас с вами большой день впереди, приятного просмотра, сама в шоке, ну, вроде кончилось всё хорошо. Нарушений в плане было, скажем, три грубых нарушения, ну, сами считайте, что получится. А я пока что отправляю в посудомойку всё грязное, дети вынимают всё чистое, немножко они мне в этом помогают. Вот, не всегда у меня вечером получается сейчас прибраться, если детей долго не отправляю в постель. Я их вообще не укладываю, они укладываются сами. Но если я делаю это попозже, то потом у меня просто не хватает сил, чтобы всё это убирать. Ну, и греметь тоже не хочется, когда они засыпают. Ну что, добро пожаловать в новый влог, дорогие мои друзья. Сегодня на завтрак у нас омлет с фаршем. Что интересно, да, Аня стал есть яйца, но почему-то полностью отказался от фарша. И даже на следующий день не стал его есть. Думала, плохое настроение, нет, вообще отказался, как будто бы он вегетарианец. Дети утром пьют ацидобифилин, как вы помните. А мы с вами отправляемся, поехали. Ну что, отправляемся с вами по делам. У меня несколько дней назад сломался ноготок. Я сейчас его забегу переделать. И так у меня спланировано, что там пункт выдачи заказов, на который я заказала. Девчонки, мальчишки, что-то с доставкой страшное происходит. Раньше мы редко пользовались вайлдбрисом. Всегда он в нашем доме, всегда удобно. Теперь пишет, пункт выдачи переполнен, закажите в другом. Я заказала в другом. А вчера я заказывала вообще все пункты выдачи, их 6 штук на Парнасе, все переполнены. Только курьерская платная доставка, вот так. Ну, они могли и раньше так написать, конечно. Смотрите, сколько картона мы накопили. Картон сейчас выкину во дворе. Кенгурушку я не дождалась ответа, сутки ждала ответ. Девушка мне не отвечает. Отправляю ей не тот рост, 130, а просила она 140. Посмотрим, что будет. Ну, что будет. Она посмотрит, примерит, не понравится. Она просто не возьмет. Вот и все. Ну, рассуждаю я так. Если я не отправлю вовсе, то я потеряю заказ совсем. А если я отправлю, и есть шанс 50 на 50, что ей подойдет или не подойдет. Все-таки эти комбинезончики кегуруми, они очень и очень просторные. Они не по росту. Ой, еле иду, смотри. Вот так много снега. Иду к помойке. Вот. Есть шанс, что все-таки она его купит. Ну, вот. Наши пиццы дошли. И за дня в день моя машинка все очищается и очищается. Так, ну что, я выкинула картон наконец-то. Сейчас я еду получить еще маленький заказик. Ой, запуталась. Ой, ветер начался. Ну, вот что такое? Было так тепло, хорошо. Начинается какой-то ветер. Жуткий просто ветер начинается. А, заказик. Заказик. Заказать заказала, но не подумала на что. Не знаю, на праздник, не на праздник. Это детям покажу потом штучки прикольные. Вот так у нас тут морозненькое. Сегодня у меня всего лишь три урока. После пяти вчерашних это уже просто выходной день. Еще мы все прекрасно выспались. Дети так рано легли, я так рано легла. Тема вообще лег раньше детей. И вообще все такие довольные, выспавшиеся. Молодцы. Вот, сегодня у меня урок, когда я поеду к мальчику. И девочка моя болеет одна, которая ходит ко мне. Она ходит редко, я даже забываю про нее. Вот, и она может быть, если выздоровела, то сегодня придет. Мороз такой нормальный вообще-то. Нормальный. Пишите, как у вас проходят предпраздничные недели. У нас только елка напоминает о празднике. И, в общем-то, хорошее настроение от того, что я работаю много. У Темы тоже тьфу-тьфу-тьфу поперла. Обычно декабрь, он прям готовился к этому декабрю уже с депрессией заранее. Декабрь – это месяц, когда... Так, что вначале, что вначале? Ноготок или отправить? Попробую отправить сначала. Декабрь – месяц, когда все спят, заказчики. Вдруг они все резко проснулись у Темы, заказывают рекламу, заказывают сайты. Он вообще очень устает, весь счастливый, что зарабатывает. Конечно же, зарабатывает он не столько, сколько я. Я ему вчера такая, я заработала что-то там 2 600 за 5 уроков. Я такая, молодец. Он так, ааа. Ну, то есть для него это, вы понимаете, для молодежи это не деньги. 2 600 заработать за день. Для питерской молодежи это не деньги. Это вообще тьфу. Ну, он так, я говорю, над матерью еще издеваешься. Он такой, да нет, нет, я типа не смеюсь над тобой. Я же ничего не сказал. Я говорю, ты посмотрел. Так что, вот, Тема тоже молодец. Но в январе точно будет затишье и обратно подпоясывать пояски, как говорила моя бабушка. Будем. А тут работает эвакуатор. Любопытно, что ему тут не понравилось или кто-то сломался или что. В любом случае мне не проехать. Наверное, брошу сейчас машинку. Да, он, наверное, сломался, бедняжка. А вы не поверите, я не отправила. А почему я не отправила? Не потому, чтобы мне не подъехать. А потому, что у этого пункта выдачи опять не работает принтер. Уже это у меня было. Что происходит? Говорят, едьте в другой пункт выдачи. Чтобы отправить товар по Авито. Чтобы отправить товар по Авито, нужно найти Боксбори. У меня ближайший Боксбори вот такой дурацкий, со сломанным принтером. Из-за принтера они не могут напечатать адрес и наклеить. Господи, Боже. Ну, ладно. Боксбори, поехали дальше. Так вот, что я вас хотела спросить. Как у вас проходят предновогодние недели? У вас происходит что-то предновогоднее? У нас вот сегодня будет у папы день рождения. Он хотел зайти. Я купила подарок. Отдельная тема. Я дурочка, я уже знаю. Можете мне об этом не сообщать дополнительно. Как проехать? Как проехать? Все в соседнем квартале, но тут такие круголя. А, не знаю, говорил, говорю. А что записалось? Ничего не включена, камера была. Что говорила, уже не знаю. В общем, хотела спросить, что у вас предновогоднее? Ну и как мы с тобой разойдемся, дружище? Зайка серенький. Давай я сюда встану. Да, что ж такое-то. Вот поворачивает, типа он большой, да? Я ему должна уступать. Потому что ему труднее, да? А мне вот вообще не трудно. Просто сама машина едет. Что происходит у вас предновогоднего? Напишите мне, пожалуйста. И хочу сказать, что у нас ничего предновогоднего, кроме елочки. У нас сегодня у папы день рождения. И я... Как же мне проехать-то? Это же целый кошмар. По-моему, придется выехать со двора. Я купила ему подарок, как дурочка. И он сказал, что он заедет вечером. Боюсь, что прождем весь день. А он приедет, когда дети лягут спать. Ну, они, конечно, не лягут спать. У меня на 11 ноготок. Они будут ждать его, изводиться, меня изводить. Не знаю, может, попросить его днем заехать, чтобы не заводить детей. Так, ха-ха. Никакого днем-то не получится. Я же теперь работяшка. Я уйду из дома полтретьего и вернусь полшестого. Вот так вот. Поэтому днем не получится. Очень удивительно. Ну, ладно. Приспособим куда-то 10 дней. Угу. Ну что, как вы поняли, одни часики были со сломанной стрелочкой. Представляете, я думала, за 300 рублей. Такие часики, оказывается, за 300 рублей 10 таких часиков. Поэтому мы распаковали с тем, кто выдавал товар. И одни выкинули прямо там. Выкинули. Теперь у меня 9. А сейчас я уже сходила на ноготок. Ноготок мне сделали, как новенький. Хорошенький. Теперь я добегаю до своей записи. Перед Новым годом я на 24 записана. Вы тоже записывайтесь. У них уже все. У маникюрщиц, извините, у мастеров по ногтям. Все расписано. Так, ну вот такие дела у нас с вами сегодня. Акигуруми, не знаю, сейчас съездит что-ли в другой пункт. Ну что, я отправила Акигуруми. Смотрите, тут вообще не чистят. Вот я заехала. Сейчас как я выйду, я не в курсе вообще. Да выйду нормально. Я хорошо заехала. Я встала прямо вот сюда, где колея начинается. Видите? Все продумано. Заезжала я с той стороны. Слушай, сейчас разговорилась с девочкой. Она говорит, вот, кигуруми здорово. У нее тоже есть кигуруми. А говорит, вот тапки, это вообще круто. Я говорю, зачем эти тапки? У кигуруми есть еще тапки, но я их не покупала. Короче, она говорит, так холодно, так холодно. Вот ты хладеваешь и тепло. Я говорю, а где холодно, где вы живете? Я говорю, на Парнасе жара. Она говорит, на Парнасе живу. Представляете, у нас так тепло в квартире, что у меня перекрыты все батареи. И мы сейчас болтали, просто открыв рот друг на друга. У них холодно. Так, секунду, выезжаю по этим чьим-то. Или нет? Ух, нифига не выезжаю. Так вот. Приедешь в озон и не уедешь. Выехала. Кривенько, косенько, но выехала. Короче, другой дом. У них 10 этаж. И она говорит, вообще дубак. Все батареи включены на полную мощность. Представляете себе такое? А у меня все батареи выключены. Дети ходят босиком. Хотя я их гоняю, но они не одеваются. У нас жара. Вот вам кто-то скажет, на Парнасе холодно. А кто-то скажет, на Парнасе жарко. Ой, я такой уже ролик продумала про Парнас. А оказывается, в каждом доме по-разному. На каждом этаже в доме по-разному. Вот как угадать при покупке квартиры? Не знаю. Ну, вот у нас 26 этаж. Точно тепло. Девочка сказала, что у нее 10. Может, ни туда, ни сюда. Не знаю, серединочка. Короче, вот так бывает, что люди мерзнут на Парнасе. Прям мерзнут со включенными батареями. На всякий случай, вдруг кому интересно, это Гаврилина 13. Она мне сказала, что там холодно. Гаврилина 13 – это совсем другие дома, чем наши. Они строились позже, они выглядят по-другому. Немножечко. Интересно, что у них в дубах. Прям я потрясена. Я думала, тут везде тепло. А тем временем я отправляюсь домой. Мы с вами дела сделали. Картон выкинули. Ноготь сделали. Штучки купили эти. Но это точно не подарок. Это так просто им отдам. Кигуру мне отправили. И еду я домой. Хочу я позаниматься с детьми. Вот так вот у нас на дорогах. И очень я хочу не устать. Кто-нибудь скажет, как мне устать? А, знаете что? Я купила папе подарок наш. Мне стыдно говорить, что вы просто меня закидаете кое-чем. Поэтому я вам не скажу, что. Потом немножко переживу сама это. И потом скажу. Но, так как эта вещь очень маленькая, можете написать, что вы угадали. В комментариях я посмотрю, насколько дурочкой вы меня считаете. Короче, купила ему подарок. Не знаю, что сказать еще. Даже не буду ничего говорить, чтобы это не было подсказкой. Чтобы вы не догадались. Потом расскажу. Но этот подарок маленький. И в коробке, в пакете, в сумке он будет выглядеть. Сумка большая у меня. С веревочками. Красивый пакет из детского мира. А другой пакет-то я не буду покупать. Я же жадина. Поэтому пакет большой. Подарок маленький. Я хочу еще зайти сейчас в магазин и купить наполнение. Ну, типа какие-то, может быть, конфетки, мандаринки, что-то такое. Говорю вам это, чтобы я это не забыла. Когда через 5 метров. Вот вроде был мороз минус 20. Но не было так холодно, как вот с этим ветром ужасным. Ветер. А вроде сейчас небольшой минус. Какой минус? Минус 1. Ну, вот мне не понравилось. И вот эта слякоть не понравилась. Какая-то. Вообще хочется погулять с детьми. Но все вместе никак не получится. Теперь я работаю. И с детьми я сегодня не погуляю. Погуляю в другой день. А между тем у нас девушка засопливить решила. Хотя она из дома не выходила вообще. У нее сегодня полный нос соплей. Представляете? Впереди у нас новогодние елки. Моразм крепчал. Вчера из садика прислали какую-то бумагу. Из администрации Выборгского района. Очень витиевато все написано. Вплоть до того, что я настолько ничего не поняла. Что я подумала, что будет елка онлайн у детей в садике. По трансляции. В общем, родители тоже ничего не поняли. Все стали задавать вопросы в чате. В общем, будет елка. Но родителям на ней присутствовать нельзя. Смысл того, что они это писали, я не знаю. Потому что это и так по плану было. Именно таким образом. А вот я вижу место. Я вижу место. Ура! Дома, наверное, сейчас не буду снимать. Уже не снималась сегодня. А вечером или покажу, как папа придет. Или не покажу, чтобы не вызывать излишнее недовольство. Вы знаете, как мужчины любят сниматься. Вот. Еще где-то у меня заказ на Вайлдборис лежит. Что-то я забыла уже. Где-то он лежит. Но я его, по-моему, не буду сейчас получать. Частями. Что-то очень много получилось. Дел. Тема заказывает Вайлдборис тоже. Мама, получи. Мне выбирает подарок тоже на Вайлдборис. Ну, уже на день рождения. У нас, господи, сколько праздников. На день рождения получила подарок. А теперь по Вайлдборису заказал. Что-то я ступила сейчас точно. Нет, не ступила. Вайлдборис написал мне, что есть готовый заказ у меня. Но он мне его не отдаст. Ждать курьера. Вот. Сейчас я вдруг подумала, что я проезжала мимо Вайлдбориса другого. И что можно было получить. Нельзя было получить. Вся запуталась с таким количеством заказов. Короче, Тема заказала на Новый год. И мне, и детям. И тоже надо пойти получить. Какой-то кошмар. Сейчас приеду, это все расскажу. И завтра другое получу. В другом Вайлдборисе. Представьте, в другой надо ехать. Чтобы вы понимали, с инвалидом жить не так легко. Ты курьер. Ты консьерж. Ты уборщица. Посудомойка. Кто там еще готовит еду? Повар. Короче, полностью весь обслуживающий персонал это мама. А если есть папа, вообще повезло. Все вокруг обслуживающий персонал. Но зато он зарабатывает денежки. Не знаю, что лучше. Ну что, давайте этот исторический момент я все-таки запечатлю. И мы сделаем это с вами вместе. Остатки моего сугроба. Все. А этот еще датаивает. О, сейчас растает. Сегодня, завтра будет плюс-минус один. Все растает. Ничего страшного, нормально. Слушайте, тысячу восемьсот заплатила на кассе. Тортик взяла маленький, но с малинкой. Вот такой. Сейчас дети налетят. Ничего не смогу показать при детях. А треснутых нам этих штучек дали только две. На тысячу восемьсот дали только две штучки. И то она хотела дать одну. Я говорю, вы чего? На шестьсот рублей же один треснутый. Дети ждут. Она говорит, не на каждый товар. У нее в чеке пробивается, сколько ей нужно выдать мне треснутых. Устала, поэтому злая уже. Что это она мне дала одного? На тысячу восемьсот одного. А второго она дала, кто-то говорит, отказник. Возьмите отказник. Всю тащи, всю. Давай откроем. Что ж ты прям открывать не хочешь? Треснутых не хочет открывать. Так, моя курочка так поживает. Ух, как она поживает. Сейчас я сниму с нее фольгу. Ой, как Гриша, мамочки. Не снять, не снять, не снять. Не снять, не снять. О, сняла. Курочка прекрасно поживает без меня. Только пускай еще сверху подрумянится. Бульончик готов. Отлично. Анечка, молодец. Все готовится само. До меня только сейчас дошло. Ну что ж, она его не починила. Она его нарастила. Я даже не поняла, что она его нарастила. Он же был сломан под корень. Вот это да. Только сейчас поняла. Вон он толстый какой. То есть его не было. Вообще даже больно было. Очень глубоко сломался. Говорит, денег не надо. Сейчас переведу все-таки. Так, у меня же теперь есть, по-моему, на ведро хвастаюсь вам. С такой вот штучечкой специальной. Пакет кладется и прижимается. Ну, сломал. Так я же тебе сказала, на стол положить. Я на стол положила. Нет, Даня, ну ты ломаешь вещи. Ты пружину сломал. Я не буду новые. Приклеивать будем. Это твои проблемы. Ты ломаешь абсолютно все. Ну, что такое? Только что купила, ты уже сломал. В эту же секунду. Пружины три купила. Вика не сломала, Тема не сломал. Ты сломал. Ну, что такое? Тебе подарила, положила. Положи на стол, показала. Аккуратно. Ну, что ты взял и тут же вырвал. Иди со скотчем. Будем сейчас мучиться, чинить как-то. Или потом будем чинить. Не надо ничего ломать. Слушайте, не могу. Даня, до чего не дай. Тронется, он ломает абсолютно все вокруг. Все. У кого-нибудь есть такие дети? Все, что можно сломать, все у Дани. Сломано, переломано. Тряпка стала сюда, куда-то, смотрите. Здесь некрасиво. Теперь не видно ее. Мыло-мыло посуду, с утра опять все заново. Так, ну что? У меня будет много подарочков для моих детишек. Вот сколько подарочков для моих детишек, которым я хожу. Все равно к Новому году уроки будут. Сейчас спрячу, я очень довольна. Наполнила конфетами. Вот такие получились конфеты. Мандаринки. Целая сумка, ну даже половина сумки. А внутри подарочек. Угадывайте, что за подарочек. Размер сумки. Показываю размер сумки. Вот такая огромная сумка. Два пульта в высоту, полтора пульта в ширину. Очень даже много конфеток. Угадывайте, какой там подарочек. Да, конечно же, оно есть. Наш творческий беспорядок. Дети смотрят мультики здесь, когда у меня уроки. Поэтому все игрушки уже переместились сюда. Вот так вот выглядит мой чек. Шарлотка Филли Бейкер. Это тортик 400 рублей. Огурчики. Это баночка вот такая вот. Даня так хорошо ест. Банку съели. Я, конечно, придерживаю там уксус. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть досъели. Что тут еще дорогое? Ну это все конфеты, девчонки, мальчишки. Это все, все конфеты. Мандарины. 90 рублей всего лишь, да? Вот. Смесь карибская. Это что? А, я же овощи купила. Точно. Их надо потушить сейчас. Как бы я узнала, если бы не стала вам показывать. Овощи. Вот они. Наверное, даже одну такую я сейчас приготовлю. Фиг знает. Наверняка есть не будет. А я много не съем. Вот такая смесь. Будет очень смешно, если я буду тут готовить. Готовить сегодня. А папа не приедет. Вот поржом, да? Я думаю, что его многие сегодня просто будут дергать. А где ты? А как ты? Ну, и в какой-то момент все-таки, наверное, кто-то захочет. Он захочет таки отмечать все-таки с алкоголем. Они с нами. Посмотрим, как будет. Вот видите, хотела не снимать, а мне не остановиться, да? Уже начинаешь снимать с утра. Неплохая смесь такая. Да, ведь? Прям замечательная. Красиво. Не знаю, вкусно ли. Но красиво. Красиво. Как бывает часто расхождение, да? Сейчас нету расхождения картинки и содержимого. Я боюсь, на самом деле, в непрозрачных пакетах покупать. Всегда купишь, и там какая-нибудь фигня насыпана. Шоковая заморозка. А тут прям хорошо, мне нравится. Чем я с вами еще хочу поделиться, девчонки? Может, я уже сказала в предыдущем влоге? Может, не сказала. Вот угадай, пожалуйста. Не помню. В общем, мы начали заниматься... Мне кажется, что я не сказала. Но извините, если я уже говорила. Мы начали заниматься по ютубу с логопедом. То есть, похоже на мультик, только это занятие. Девочка, как все логопеды, настолько артикуляционно выразительна, что Даня просто вот так на нее смотрит. Так что девчонки и волнистые попугайчики, которые очень переживали за наше логопедическое отставание, вот засекаем, засекаем. Середина декабря. Сегодня 14 декабря. Мы начали 12-го заниматься. Занимаемся каждый день. 10 минут одно видео. Занимаемся или одно видео, или два. Там каждое видео направлено на выправление одного звука. Поскольку я так и не проконсультирую со своими знакомыми логопедами, пока что мы одни и те же два видео смотрим. Это думаете, что у меня соскользнуло? Это я тут соскользнула. Дело в том, что отличный опыт у канала «Английский для детей» или какой-то английский. Но вы видите, комментарии у меня иногда бывают от канала про английский. Хозяйка этого канала – педагог, но не логопед. Юля, привет. И она за год до школы своим детям все поставила звуки на основе занятий, которые взяли они в интернете. Опыта у нее не было никакого. Логопед сказала «Караул, караул, срочно в логопедический садик, срочно, срочно». Они не ходили ни в какой садик. По-моему, даже в обычный. Юля, поправь меня. Вы ходили или не ходили вообще ни в какой? Поскольку жили за городом. И они выправили так, что логопед сказала «Вау». Поэтому мы начинаем занятия. У нас есть полтора года. Мы сейчас попробуем, если у нас к маю прям ничего не встанет. А мне кажется, уже буква «Ш» у нас пошла. Звук «Ш». Господи, вот сейчас у меня, пока я с вами говорю, за две минуты шесть сообщений. Не могу уже их читать. Куча чатов. Так что будем пробовать ставить звуки. И вам того желаю. Чем тратить деньги? Логопеды сейчас закидают меня опять, чем бухала. Не кидайтесь. Можно попробовать. Единственное, там можно с «Р» ошибиться, поставить заднюю «Р» случайно. Я так поняла. Будем пробовать и заниматься. Точно так же учить читать вы тоже можете своих детей самостоятельно. Скоро я сделаю видео урок, на основании которого вы сможете продолжить занятия. Чтобы не тратить деньги на меня. Вот такой я коммерсант. А на днях я купила вот такую адыгейскую соль. Честно, не помню где. Может заказала даже. С доставкой. И мне прям очень-очень нравится. Вы видите, чеснок, кориандр, перец черный, укроп, петрушка, чебер. Руки трясутся, как у алкоголички. Если что, я не употребляю алкоголь. И мне прям очень нравится эта соль. Я ее сейчас сюда добавила. Наш неправильный бед. Я тут чай. Пусть что? Ну, мама еще не делала чай. Мама прыгает, делает пока что еду. И я. Бедные дети. У меня самый вкусный. Самый вкусный соус. У остальных тоже есть разные соусы. И в целом очень даже ничего. Это мой омлет. Кто-то утром не съел омлет. Чай будет, как только покушать. Ну что, дорогие друзья, смена деятельности. Это тоже отдых. Покушали. Чуть-чуть я причесалась. Чуть-чуть накрасилась. Планирую вечером это все продолжить. О, как оделась. Сама оделась, как говорится. И бегу я на урок. У меня по плану было на дуть 3 белых шарика. Но я не успеваю. Сейчас без 10 урок. А хотя нет. Оставлю включенным. Все равно тут будут сидеть. Все, вы все подписали. Вы, главное, их не испортите теперь. Пазлы так не поднялись, да? Писали, писали. Написали. По образцу написали. Вика написала. Да что ж такое-то сегодня? Дурдом натуральный. Это Даня выбрал такой цвет открытки. Это Вика выбрала. И мы с помощью с небольшой нарисовали. Если кто что поймет. Подарок дарится машина. Даня, никаких мультиков. Пока не уберете комнату. Даня, никаких мультиков. Сначала убрать на полу. И Вика нарисовала по моему образцу и подобию. Образу и подобию. Но с Викой было трудно. Она не хочет писать. Хочет болтать бесперерывно. И дописывает свои вот полосочки. Это И у нее. Это К пошла. Не слушается. Ну ей три с половиной. Ладно. Простите. Надеюсь было да, не. А так в целом все неплохо. Эти образцы. Ой. Убираем образцы. С папой созвонилась. Вроде бы приедет. Благополучно. Что-то пинаем все ногами. Прости, пожалуйста. Дорогой штатив. Мы скоро тебя будем пользовать. А пока что... Кстати, овощи божественные. Чаек заранее заварила. Это все заранее красиво. Красиво. Тортик. В холодильнике. Вика, ты не попила. Без десяти три. Мама ученика написала, что они еще не вышли из школы. Ну что, девчонки и мальчишки. Надо задуматься. За что мне это и зачем мне это дано. Я очень сильно торопилась, чтобы успеть к уроку. Без десяти три я вышла из дома. И мне написала мама ученика, что он еще не пришел домой со школы. Я посидела в машине. Пятнадцать минут. Посмотрела ютубчик. Посмотрела Викторию Хрупкую. Погуляла с ней. По пригороду. По городу. По природе. И сейчас я еще стояла пятнадцать минут на улице. Мне было очень холодно. Теперь я стою в подъезде. Ученик опаздывает на данный момент на тридцать минут. И его мама не знает, где он. Где-то идет со школы с няней. Вот, представляете. А мне пришлось днем отменить следующий урок в пять часов. Хорошо, что я его отменила. И теперь у меня все съезжает. Все не по графику. Думала, будет день рождения Марселя около шести. Сейчас Тема написал, что его друг из школы, который давно хотел к нему приехать, все-таки сегодня едет в гости. Ну вот зачем нам его друг сегодня? Его бывший одноклассник. Я говорю, отмени. Он говорит, да ладно. В общем, я уже в магазин сходила сейчас. Купила, кстати, красные икры. Все, давно не было у нас красной икры на Новый год, потому что Марсель не ест. Денег особо не было. Дети маленькие. Думаю, что дети не будут есть. Хотя, может, Вика попробует. Вот. Купила сейчас акция там. 350 рублей за микробаночку. Даже не знаю, есть ли там 50 грамм. В общем, стою, стою, думаю, зачем мне эта остановка в жизни. Вот такая остановка. Надо ее использовать. Интернета здесь нет. Туда выйду, будет холодно. Поэтому стою, жду. Никогда не опаздывайте к репетитору. Это даст сбой всего дня. Ужас. В результате мы позанимались с мальчиком без перемены. Чтобы мне там не засиживаться на всю ночь. Вот. Пришли они по снегу, замерзшие, уставшие. Маленькая трехлетняя сестренка шла пешком по всем этим сугробам. Наверное, поэтому они и дольше. Я устала жутко. 45 плюс 45 без перемены. А предмета четыре мы взяли. Вообще у нас просто нагрузочка. У меня сегодня не влог, а вложище. Бабах. Извините, это не я. Немножко продолжаю пребывать в шоке от того, что Тёма позвал именно сегодня своего одноклассника. Вот он вообще мне просто не в тему. Марсель будет в шоке от такой новости. Темно. Как будто ночь. Встаём утром ночь. Вечером ночь. Смотрите. 17-16. Вот такая ночь уже. Мне трудно далось решение, но мы решили пойти в кафе. По-другому не знаю как. Через полчаса вернёмся. Надеюсь, что там не будет никого дома. Только Тёма. Папа уже ждёт нас в пицца-хат. Пошли. А подарок подарим потом, когда будем тортик. Спокойно, тихонечко. Не орём. Спокойно.